если человек не умеет управлять собой им начинают управлять другие хасай алиев меня зовут екатерина землянова и это проект живые души где мы ищем гармонию с собой другими и миром целом а тема сегодняшней встречи манипуляции что это такое где мы с ними встречаемся в маркетинге и воспитании детей чем это может быть опасно а чем полезно обсудить эту тему к нам пришла светлана решетникова политтехнолог бизнес тренер и маркетолог здравствуйте светлана и начать собственно хочется с разграничения терминов до манипуляции вот если по простому максимально объяснять что это такое по сути своей вообще манипуляция это слово такое многозначное вот вы сейчас что-то с документами делаете вы производите какие-то манипуляции чашку с водой взяли вы производите какие-то манипуляции с точки зрения психологии общения людей манипуляция это способ воздействия на человека чтобы он сделал нечто такое что вам нужно то есть это может быть как в положительном ключе положительной коннотации такого отрицательного сколько разговоров не случалось у меня по поводу манипуляции всегда возникает вот это схватка между манипуляцией и мотивацией вот если вот разграничивать между этими двумя терминами они будут мотивации это тоже манипуляция или это все таки что-то другое слово манипуляции больше она шире то есть и мотивации стимулирования они входят в понятие манипуляции естественно то есть если вы хотите чтобы люди начали что-то делать чтобы они вдохновились вы их вдохновляете вы вдохновляете каким-то образом вы им доносите какую-то информацию которая заставляет вдохновиться сказать я буду делать только это естественно влияете словом это означает вы манипулируете уже вот у вас получается такой богатый опыт вы и маркетолог и политтехнолог и бизнес тренер а вот какие вы манипуляции в своей работе вот используете да ну вот по честному манипуляции это вообще инструмент маркетинга инструмент маркетинга естественно это просто инструмент то есть без отрицательного и положительного звука просто инструмент который мы работаем поэтому не манипулирую я всегда я когда воспитываю ребенка я тоже манипулирую я когда служим договариваюсь поехать на дачу я тоже манипулирую то есть я манипулирую всегда это нормально так делают все люди поэтому кто-то это делает лучше, кто-то хуже. Кто-то манипулирует жестко, прямолинейно. А кто-то делает это мягко, хорошо. Вы, в принципе, понимаете, что вами манипулируют, но вы с этим согласны. Потому что мы тогда говорили. Я говорю, один из психологов не стыдно манипулировать, стыдно делать это плохо. Совершенно верно. В маркетинге точно так же. Стыдно делать это плохо. А можете привести пример каких-то манипуляций, которые такие топорные, грубые и какие-то изящные, например, чтобы мы могли представить разницу между изящной, красивой манипуляцией и такой? В маркетинге. Например, в маркетинге, да. Ну, например, в маркетинге. Представьте себе продажу, да. То есть мне нужно продать абонемент в бассейн. Я могу начать вам рассказывать, как страшно. Не уметь плавать. Да, например, там статистику приводить, там всякие картинки страшные показывать, как люди там в аквапарке застревают в трубах, как они тонут, как там ужасы всякие. Как они неправильно плавают, там их акулу съедают. То есть я могу вас напугать. Это жесткая манипуляция. А могу просто задать себе вопрос. Например, спросите, у вас есть дети, Катя? Да. Есть. Мальчик, девочка? Девчонка. Девчонка. А вы собираетесь на речку когда-нибудь с ней на море? Ну да, на море хотелось бы. А вам хотелось бы, чтобы она была в безопасности на речке, на море? Да. Да. Все. Дальше мы продаем абонемент в бассейн. Это вот это вот, типа, сказать несколько раз «да-да-да» или «мужик». Дело в том, что в этот момент я включаю ваше воображение. И все ужасы, какие я могу вам нарисовать, вы сделаете гораздо лучше меня. То есть я вам манипулирую, я создаю потребность. В маркетинге это формирование потребности. И все, что вы можете нехорошего подумать, вы уже подумали сами. При этом привязали это вполне конкретно к своей семье. Вот это жесткая манипуляция. В этом случае мягкая манипуляция. А есть ли разница в манипуляции? Есть как бы тет-а-тет, когда мы общаемся друг с другом в коммуникации. А я так понимаю, что если мы говорим о политтехнологиях, то там коммуникация получается с большим количеством людей. Есть ли отличия тут? Отличий есть, но здесь политтехнологии мало чем от маркетинга отличаются. То есть большой рынок, ну, собственно, пиар, политтехнологии – это пиар. То есть пиар – это один из инструментов маркетинга. Что такое маркетинг? Это управление рынком. То есть электоральный пиар – это тоже управление рынком. То есть максимальное количество людей купили, в кавычках, кандидатов. Купили депутатов, да, определенного. Или там, выше уровня. Точно так же мы изучаем целевую аудиторию. То есть в этом случае это электоральная аудитория. Мы ее изучаем, смотрим, какие у нее страхи, потребности, стереотипы и так далее. И любое обращение, которое мы к ней делаем, оно должно соответствовать. То есть, естественно, это манипуляция. В маркетинге абсолютно все так же. То есть мы сначала изучаем аудиторию. И чем лучше мы ее изучаем, чем лучше мы ее знаем, тем лучше манипуляция. Один на один – это, кстати, называется экспертная продажа или переговорный процесс. Один на один – это намного проще. Потому что я вижу вашу реакцию на то, что говорю, и могу свою манипуляцию затачивать под вас. То есть я смотрю, вы так прищерились, думаю, ну нет, я неправильно зашла, с другой стороны можем зайти. Когда я работаю на большую аудиторию, у меня нет возможности делать это быстро и быстро перестраиваться. То есть там инерция больше. Поэтому какое-то рекламное обращение последовало. Есть какая-то инерция, люди увидели, как-то отреагировали. Я это как-то замерила. Думаю, нет, надо корректировать. То есть вот это ценностное предложение вообще никак не работает. Или наоборот, это сработало прекрасно. Или, может быть, его в чем-то нужно скорректировать. То есть я одну реакцию планировала, получила немножко другую. То есть нужна какая-то коррекция. Я думала, все люди понимают, что это такое. Они говорят, да, интересно, но мы не поняли. Тут я такая думаю, ну да. Видимо, я опиралась на собственное познание, а не на целевую аудиторию, когда это делала. Ну вот, как-то так. Вы, получается, за свою карьеру много целевых аудиторий изучали, рассматривали. А есть ли какие-то вещи, которые для нас, для всех целевых аудиторий, грубо говоря, общие? Да, то есть за что мы, как сказать, ну какие крючочки у нас есть, за которые те, кто нами манипулируют, неважно, с какой, с благой целью, не с благой. На что мы ведемся, на что мы откликаемся. Что внутри, не знаю, это в мировоззрении или это просто в психике какие-то баги? Да, есть такие баги в психике, они называются когнитивные искажения. Сейчас их в литературе около 170 штук описано. Это много, да, но вот практически на все из этого мы ведемся, на каждое. Да, у нас новый термин появился – поведенческая экономика. Мы принимаем решение нерациональное. У нас сразу две Нобелевских премии уже по экономике получили психологи, которые доказали, что мы нерационально принимаем решение. На каждое наше решение влияет когнитивное искажение. Да, ну, пример. Когда вы что-то делаете, вот что-то вы такое классное придумали, начинаете делать, ну, к примеру, там, написали что-то в книгу, вам все говорят, подожди, подожди, подожди. Это противоречит тому, что думают все остальные. Все остальные думают по-другому, и ты один выскочка. И ты такой смотришь и думаешь, ну, как бы, не могут же они все ошибаться, а я одна быть права. Вот это когнитивное искажение. Конформизм такой? Да. То есть на вас влияет авторитет толпы, и вы говорите, ну, как бы, ну, все же вокруг. Особенно, если это референтная группа, она же большое влияние оказывает. Когнитивная группа? Ну, да, ну, наверное, я не права. У меня вот есть конкретный пример, и у меня есть история, каким образом я борюсь с этим когнитивным искажением. Скажите. Я привязываю все свои когнитивные искажения, о которых я знаю, в какую-то историю в своей жизни. И у меня такой, знаете, якорь срабатывает, думаю, ну, вот то, о чем мы сейчас говорили, у меня наклассник был любимый, Мишка Семенов. Вот. Мы с ним учились в физмат-классе оба, и мы с ним оба писали самый верхний, шестой вариант. То есть у нас так шесть вариантов, самый легкий первый, самый сложный шестой. Вот. И там пять-шесть человек, которые всегда его пишут стабильно. Вот. Ну, они тоже скучают, эти шесть человек. И учительница придумала новое. Она дала задачку, очень сложную задачку, за которую даже не ставят оценки. Но вот решить ее даже важнее, чем все остальное контрольное. Потому что, ну, это же выпендрится. Вот. И мы так вот быстренько решали весь вариант. А потом скорпели над этой последней премиальной задачей, премиум. Вот. И случился такой момент, что я решила одним образом эту задачу, а все остальные шесть отличников другим. И мы уже сдаем. Они ко мне подходят, говорят, ну, что, как ты решила? Я говорю, вот так. И тут Мишка Семенов говорит, подожди, а мы все решили одинаково, и все по-другому. Я говорю, ну, не может быть, там же все очевидно. Он говорит, ну, не можешь же ты быть одна права, а мы все неправы. Я перечеркнула эту задачу и написала неправильный ответ. На следующий день учительница вышла и сказала, говорит, впервые в жизни, говорит, видела. Вот такое. У меня, говорит, один вопрос, Света. Насколько нужно быть неуверенной в себе, в своих знаниях, для того, чтобы вычеркнуть ответ правильный, который ты продумала логически, и написать неправильный, потому что подчинилась всем остальным. Все. У меня есть такой якорь. Да, если мне начинают говорить, ну, знаешь, вот, интересно, конечно, но все это делают не так. У меня сразу такая подсмышка Семенов. Ну, нет, ну, нет, меня больше на Микини не проведешь. Здесь есть опасность. Переоценка собственного авторитета – это тоже когнитивное искажение. То есть, когда вы переоцениваете собственное мнение, а люди часто это очень делают, потому что они опираются исключительно на собственный опыт. Они говорят, ну, со мной такого не было? Ну, значит, этого вообще не было. Или со мной такое было? Это означает, что со всеми остальными это было точно так же. И мы начинаем своим опытом мерить все остальное. Жизнь гораздо прекраснее и удивительнее. Ни одна Санта-Барбара рядом не стояла. Но мы опираемся исключительно на свою призму, сквозь нее мы смотрим на мир. Поэтому здесь очень важен баланс. Так же, как в любой манипуляции. Это да. Я так понимаю, что мода вся тоже на этом отчасти построена, да, что мы манипулируем этим рынком, покупаем все одинаковые вот эти бежевые плащи, например. Вот это в чистом виде маркетинг. То есть для того, чтобы все хотели и мечтали о чем-то дорогом, да, у нас есть премиальные продукты, которые могут позволить тебе единицы купить. Но если все остальные тоже смогут это купить, они перестанут быть премиальными. То есть премиальные продукты, которые могут купить единицы, но хотят все, потому что это признак статуса. То есть как только он становится доступен всем, ну, как мобильный телефон в свое время, да? Да, да. Был признак статуса. А сейчас есть человек, у которого нет мобильного телефона? Очень мало. Ну, я не знаю, может, выживальщики в тайге, но вот у всех остальных есть. То есть вот от мала до велика мобильники есть у всех, там разных конфигураций. Когда-то это был показатель статуса. Поэтому вот, да, мода это так. Я посмотрела, какой-то известный человек наделал что-то такое, я смотрю, вот на этой модели это смотрится прекрасно. Ну, не важно, что я ее на 30 лет старше, и, может быть, как бы весом отличаюсь. Но я смотрю, мне красиво, я начинаю делать то же самое, нормально. Повальная бода. Я вот сейчас прям вас слушаю и такую себе внутри инструкцию, да, формулирую. Так, зачем можно понаблюдать, да? Не ведусь ли я, как все? Не ведусь ли я за статусом, да, на самом деле мне это нужно? Или статус? Или что? Да. Что еще? Зачем еще можно не наблюдать, чтобы не попасть в ловушку манипуляции? Ну, или вы зачем лично наблюдаете в себе помимо? Ну, я в себе наблюдаю за тем, не страдают ли мои ценности. То есть самое важное, что позволяет избегать манипуляции, это система ценностей, которая у тебя сложилась достаточно жестко. И вторая – это цель. Ну, может быть, не цель, может быть, мечта. Они все мечту преобразуют в цель. То есть если человек целеустребленный, он четко знает, что он хочет. Он, как правило, как стрела. То есть его свернуть на какие-то там неясные желания по обе стороны – очень сложно. Ну, собственно, вот, наверное, два момента. Поэтому, когда мы детей воспитываем и позволяем им или слишком много, или слишком мало, то есть с одной стороны, если слишком мало позволяем, то есть мы отучаем их принимать решения, мы перестаем им диктовать, какие решения нужно принимать, но происходит другое. Они находят человека, который это делает за них, вместо вас. Они не привыкли делать это сами, поэтому они ищут, кому подчиниться. И вам это не обязательно понравится. И если мы, наоборот, даем им слишком много свободы, а у них нет вот этой жесткой ценностной решетки еще в голове, то тут вопрос, кто их воспитывает? Пэй, гаджеты, улица, преподаватели, ровесники, телевизор, интернет. Кто? То есть иногда можно потом понять, что у тебя в семье вырос вообще совершенно чужой человек. Это вот важная тема, очень откликается. Вы говорили тоже, что в воспитании манипуляции тоже присутствуют. Конечно. Можете какой-то пример привести, ну вот, как это может выглядеть, опять же, в токсичном ключе, например, и в каком-то целесообразном хоть сколько-нибудь? Вот в токсичном ключе манипуляции, это когда мама кричит на ребенка и говорит, вот, ты ничего не сделал, уборку в доме не сделал, я весь день на работе, потом пришла еще уборка, вот, все, да я тут помру у вас вообще, бедная несчастная мать. Ребенок в этом случае вину чувствует, но он продолжает ничего не делать, потому что он сопротивляется этой манипуляции, что ему навязывают вот это чувство вины, а это манипуляция. А если мы ребенка хвалим и говорим, ты молодец, ты так круто все сделал, да вообще, если вот еще чуть-чуть, вообще тебе равных не будет. Это тоже манипуляция, это называется подкрепление положительное. Наказание? Конечно. А как мы детей воспитываем? Мы так и воспитываем. Вот у меня есть четкая история, как меня отец научил любить читать. Он мной манипулировал вообще в чистом виде. Так, ну расскажите, я думаю, многим родителям будет актуально. Удивительная история, я это все применила на собственном ребенке, работает во втором поколении, все отлично. Мы с папой ходили в кино, вот, с таких лет, и мы всегда в кино ходили пешком. Не на машине, не на общественном транспорте. Я сейчас понимаю, что ему нужно было вот это время, там эти 3-4 остановки вместе со мной пройти, для того, чтобы мне успеть вот это рассказать. И мы выходили из дома, он мне говорил, дочь, хочешь, я тебе книжку расскажу интересную? И он начинал рассказывать. У меня папа замечательный рассказчик. И вот я иду, развесив уши, он мне все это рассказывает, мы доходим до кинотеатра на самой кульминации. И он говорит, а все, пришли. Я говорю, папа, что дальше, у меня уже кино не в радость. Он говорит, нет, вот выйдем и там продолжим. Все, мы идем в кино, я сижу, маюсь, вот, все. Когда кино закончится, мне интересно же, чем продолжится. Выходим, я говорю, папа, ну что дальше-то? Он говорит, дальше ты дома придешь, книжка есть, прочитаешь, а вот. А я тебе сейчас расскажу другую историю. И кульминация наступала ровно в тот момент, когда мы доходили до дома. Папа за один поход в кино продавал мне 2 книги. Талант. Так что дарю, да. Ну, семья читающая, ребенок читающий в семье, когда он видит, как это делают родители. Ну, мы все существа биологические, там, если верить сэру Чарльзу Дарвину, мы произошли от обезьяны, а приматы учатся как, они подражают. Это нормально. Вообще животные учатся подражания. Да, заразить свою какую-то деятельность, что бы другому захотелось. Помните, как-то он сувер красил забор? О, да. Ну, вот это один из ярких примеров, каким образом втянуть на подражание. Сказать, ну, то, что я делаю, это круто вообще, на самом деле. Ну, про чтение я знаю, что вы не только со своими детьми так экспериментировали. Есть такое. Был у меня такой эксперимент. Мне отдали 10 детей наспорт, не читающих. Ну, как не читающих, то хорошие дети, замечательные, хорошо учились, в принципе. Ну, вот такой тяги к чтению особо в них не было. И родителей это беспокоило. То есть, ну, тоже такой стереотип считается, что когда ребенок любит читать, это хорошо. Вот, я этот стереотип разделяю, кстати. Я сказала, ладно, в чем проблема? Они говорят, ну, вот 9, 10, 11 класс в этом возрасте научить ребенка любить читать, то есть это уже время упущено безнадежно. Я говорю, хорошо, 10 человек мне соберите, отдайте на полгода. Мы посмотрим. Мы получили на выходе 10 читающих детей. Меня все время спрашивают, каким образом я смогла это сделать. А можно это как-то упаковать в методику, в технологию? Так вот нельзя. Потому что я это сделала как маркетолог. Я изучила каждого ребенка, индивидуально каждому из них продала функцию любить читать. Ну, вот, например, как это? Вот три разных ребенка. Например, чем они могут отличаться в своей, как целевая аудитория, в потребности читать или в сопротивлении читать? Знаете, когда у маркетолога получается хорошо манипулировать своей аудиторией? Не просто, когда он ее знает, а когда он ее любит, когда он ее понимает. Не так вот я вот этому шустрому негодяю, которым по стенам бегает, должен продать, любить, читать. А совсем по-другому. Отлично. Такой шустрый, веселый пацан. Вот это означает, что ему может зайти вот эти вот интересные темы. А дай-ка я ему вот это расскажу. А дай-ка я затею с ним беседу. Если вы это делаете искренне, это работает. А если вы это втюхиваете, это не работает. Это сложно. Я не понимаю, что мотивация, ну какая-то блага какое-то причинить, она снимает лишние защиты между тобой и желаемым поведением, желаемой реакцией человека. Ну, манипуляция, она с одной стороны снимает барьеры, с другой стороны она их устанавливает. Потому что, как бы вам сказать, вот манипуляция, это как топор. При помощи топора можно убить человека, нужно построить храм. При помощи манипуляции так же. Вот представьте себе ситуацию, да, вот человек-алкоголик, запойный. Там вся семья от этого страдает, общество вокруг от этого страдает. Вот я его взяла, отманипулировала. Он перестал пить, стал глубоко верующим человеком. Все замечательно. Это хорошая манипуляция? Ну, кажется, что да. Кажется, что да. С точки зрения семьи и общества, хорошо? Да. Хорошо. С точки зрения собутыльников? Не очень. Не очень. А хотите, я с точки зрения общества поменяю мгновенно эту оценку? Человек стал верующим? А теперь представьте, что его от этого отговорила тоталитарная секта. Упс. Упс. То есть все зависит от вашей оценки, от вашего угла зрения. То есть вам манипуляция может нравиться, может не нравиться. Она может нравиться вам, не нравится мне. Может наоборот. Это субъективная оценка всегда. Нам не нравится, нам не нравится, что нами манипулируют. Всегда ли? Я думаю, не всегда. Вот буквально 3-4 дня назад я вернулась из Владивостока. У меня камешек с собой был в кармане. Знаете, как он у меня появился? У меня было почти 2 недели подряд 8 академических часов в день тренинга в огромной аудитории, там на 50 человек без микрофона. В какой-то момент у меня начал срываться голос. Ну, сами понимаете, у меня ощущение паники. То есть я боюсь, я выхожу. И вместо того, чтобы думать о людях, которые там сидят, я думаю, не хрипит ли у меня голос, а не замолчу ли я сейчас совсем. То есть это вот мне сильно мешает работать. И у меня в Уссурийске хорошая наша знакомая, она у нас уже когда-то проходила обучение. Поскольку те, кто у нас учатся, это люди взрослые все. Поэтому у нас нет такого отношения, учитель-ученик. То есть у нас, как правило, такие дружеские отношения на равных. Она на меня посмотрела, говорит, Света, что-то я чувствую плохо все. Ну, я с ней поделилась, она психолог. Она говорит, давай так, я сейчас тебя забираю, и мы с тобой едем в зоопарк. Она меня привозит в зоопарк, мне вот такое вручают ведро с резанными яблоками, и мы идем кормить енотов. Во-первых, я сплю после этого, как убитая. Во-вторых, прямо перед самой гостиницей она мне кладет в руки камешек и говорит, не спрашивай, зачем. Считай, говорит, что его заговорили. Вот пока у тебя этот камешек в кармане все время будет, у тебя голос не сядет, все будет отлично. Я молча беру этот камешек, кладу в карман, через две недели приземляюсь в Новосибирске и пишу ей, Таня, отлично, зоопарк и камешек сработали. Она говорит, ну, конечно, я же психолог. Я понимала, что она мной манипулирует, но мне вот эта манипуляция была остро нужна как помощь. То есть она меня привязала к этому камешку эмоционально, я согласилась, говорит, да. То есть если мне это будет помогать пройти вот этот кризисный этап, и здесь очень важный момент. Самые легко манипулируемые люди это люди, которые находятся в кризисе. Понимаете? То есть если у вас что-то тяжелое произошло такое, если какая-то случилась потеря, таким человеком очень легко манипулировать. Очень легко манипулировать молодыми. Да, они находятся в паре желаний, вот, у них гормональный взрыв в голове, и, да, мало опыта, они не соизмеряют риски, у них есть полное ощущение, что они бессмертные. Вот, они считают, что они уже все знают. И они очень хорошая добыча для мошенников. Это так. И люди в возрасте. То есть, ну, опять же, вот, потому что происходит, мы понимаем, что для манипуляций люди в возрасте очень сильно подвержены. Не только потому, что они там утрачивают какие-то когнитивные функции, а еще потому, что очень многие из этих поколений привыкли жить и верить в средства массовой информации полностью. Ну, вот, как сказано, значит, так и есть. Да, то есть мы не перепроверяем, например, за врачами. Не перепроверяем, потому что, ну, как бы врач, он же должен все знать. Они же знают, как правильно. Конечно. А врач – живой человек, он тоже может ошибаться. То есть мы доверяем педагогам, а они тоже живые люди, тоже могут ошибаться. Но здесь еще одна опасность есть. Это человек, который искренне верит в то, что он делает. Вы его манипуляцию можете просто не понять. Он в это верит. Он не считает, что он манипулирует. Он считает, что делится истиной в этой ситуации. Как проповедник сект. Ну, они верят. Совершенно верно. Они верят. Вот в манипуляциях так же. Если вы верите, и искренне человеку это доказываете, он верит. Если вы лжете, мы ложь плюс-минус считываем. То есть мы это замечаем, как это работает. Это у нас в клубе мафии тоже частый совет. Когда садишься играть, верь в то, что ты гонишь, неважно, какая там у тебя роль. Чем лучше ты веришь, тем эффективнее это все воздействует. Вот в маркетинге есть понятие внутреннего и внешнего клиента. Есть такое правило. Внешний сервис никогда не выше внутреннего сервиса. То есть если у вас какие-то неправильные отношения с сотрудниками внутри, и они не верят в то, что делают, они вовне все равно это транслируют. И люди тоже не верят. И поэтому маркетолог, который откровенно продает нечто в его понимании плохое, он в это не верит. Он все равно будет проговариваться. Ну вот хоть языком тела, хоть как, но он проговорится, потому что это невозможно. Если ты это не разделяешь, ты все равно будешь транслировать это как-то во мне. Даже если будешь говорить, да я что угодно могу продать. Ну можешь, но вопрос там как. То есть если ты не нашел в том продукте, который продаешь, нечто ценное, что ты можешь искренне преподнести, скорее всего, манипуляцию считают. Поэтому у нас есть плохие маркетологи и хорошие, как в любой профессии. Про ценности сейчас тоже как бы такая актуальная тема. Многие это говорят, исследуют свои. И насколько я знаю, то есть в маркетинге сейчас тоже это вот этический маркетинг, какие-то вот такие вот. Разрешительный маркетинг, его еще называют. Разрешительный, да. Можете про это подробнее рассказать, что это такое и как это на нас влияет? Ну, это как раз переход такой в эпоху маркетинга впечатлений. То есть мы сейчас все нацелены на клиентоориентированность, на человекоцентричность. То есть это такое вот, сейчас кредо просто появляется. Это очень сложно на это переключиться, потому что мы все время находимся в режиме самопрезентации и все время рассказываем о своем продукте, о себе любимых и так далее. А напротив сидит человек и скучает, и ждет, пока вы прожурчитесь. Потому что в этот момент вы говорите не о нем. Так вот, в маркетинге на нынешнем этапе очень важно понять ценности человека и говорить с ним на его языке и о нем. То есть находиться в диалоге а не в монологе. И вот это, наверное, сейчас основной принцип. Звучит как будто не только про маркетинг. Маркетинг – это вообще часть нашей жизни. То есть маркетинг, он на стыке дисциплин. То есть это, с одной стороны, точные науки, это точный расчет, с другой стороны, это психология. То есть это огромный гуманитарный пласт. Поэтому и то, и другое важно в маркетинге. И если вы очень классно все расписали, сделали медиаплан, все рассчитали, годы, бюджеты, там, у вас все замечательно, все в цифрах, все в табличках и так далее. Но все это вы наполняете маргарином, ну, то есть ни вреда, ни пользы. То есть некий такой ровненький контент одинаковый, который вообще никак людей не цепляет. У них не возникает ощущения и принтинга такой дежавю. Это человек все во мне знает, боже мой, он говорит со мной на языке, мы с тобой одной крови, ты и я, да? Если этого нет, ну, вот, да, чем больше бюджет, тем больше людей тебе услышат. Ну, просто ты намелькаешься, покупаете наших слонов, наши слоны, самые слонятые слоны в мире, покупаете, все, да? Это такой прям бюджетный, традиционный маркетинг. А малобюджетный, там, вирусный, партизанский, как хотите. То есть, когда вы очень точно попадаете в человека, вот, а возможно, делаете это с юмором, и тогда это превращается в мемы, начинает расползаться по всему интернету, и мы разносим это совершенно добровольно, нам за это никто не платит, потому что нравится, правильно? Да. И мы каждого эксперта просим всегда поделиться каким-то упражнением или книгой, или фильмом, что могло бы расширить понимание, ну, там, заданной темы для человека, где еще что почитать, что посмотреть, чтобы больше понять про это. Вот тут, знаете, дилемма у меня такая этическая, наверное, я не хочу манипулировать, и я не верю в то, что вот, то, что помогает мне, то, что мне подходит, подойдет другим. Поэтому, единственное, чем я могу, возьму, скажем так, на свою совесть, такой тяжкий груз поделиться советом, примирять все к себе. То есть, не ведитесь на то, что вам навязывают. Потому что, иногда, вот те инструменты, допустим, которые работают в маркетинге, то есть, вы как собственник понимаете, да, все так делают, и, наверное, это правильно. Если вам это не гармонично, если вашей личности это не подходит, если для вас это ломка об колено, даже если это на самом деле неплохо и правильно, не ломайте свою психику этим. То есть, есть тысяча дорог, которые ведут к одной и той же цели, правильно? Из них нет правильной или неправильной. То есть, есть та, которая тебе подходит, есть та, которая нет. Поэтому, не позволяйте людям манипулировать собой и подменять свои цели и свои мечты чужими целями и мечтами. Ну, вот это, наверное, первое. Ну, и второе, постарайтесь, чтобы вокруг вас были единомысленники. Когда вокруг вас единомысленники с общими ценностями, вами особо некому манипулировать вообще на самом деле. Даже если найдется такой, все равно рядом будут те, кто... Конечно. Будут рядом те, кто остановит. Ну, а книга и фильм, я, в принципе, могу даже серией книг поделиться. У меня есть любимый автор Перри Пратчет. Вот, в любом случае, когда я сильно устаю, когда вот мне там настроение плохое, вот, ну, просто, ну, просто устала. Вот, все, много работы было, где-то прям вот выгорело. Я просто открываю, начинаю читать Пратчета. Любимая моя фраза из Пратчета, плата за право быть лучшим, это обязанность быть лучшим. И вот это из Пратчета. И еще одна книжка, может быть, подойдет тем, кто думает о манипуляциях, это Сергей Снегов. Очень старый советский фантаст Сергей Снегов. Книга называется «Люди как боги». Это такая попытка создать образ будущего. Там очень много интересного можно найти, в частности, например, большая академическая машина. В 50-е годы написана книга, если что, так не память не изменяет. Большая академическая машина, которая принимает решение, собирая мнение всех людей, живущих на планете и в окрестностях. Коллективный разум. Человейник. Да, и это написано почти 100 лет тому назад. И там есть еще один важный момент, то, о чем мы с вами говорили сегодня. Там есть описание такого понятия, как минус этика. То есть, когда понятие заведомо для нас неприемлемое, кем-то расценивается как положительное, замечательное и правильное. И кто-то берет и постепенно стирает у вас границу и приближает вас к этой минус этике. Во многом это то, что происходит у нас сейчас в мире. Любители окна Авертона зааплодировали? Да. То есть, вот Сергей Снегов описал это очень давно. И это очень хорошо, легко, приключенчески написано. А любимые фильмы, ну, наверное, за последние годы я ничего лучше не смотрела. Это «Территория мирника». Здесь как раз тоже очень хороший мудрый момент. Это история по целеустремленных людей, которыми сложно манипулировать. Да. И там основная мысль про главного героя, который за кадром говорят, это то, что очень многие люди трусят жить по мечте. А жить по мечте это очень правильно, но очень ответственно. просто привезла показать вот в 90-е, в начале 2000-х люди не стеснялись называть вещи своими именами. То есть вот книга по политическому пиару так и называлась «Полевые манипулятивные технологии». Совершенно открыто. Сейчас, наверное, кто-то постесняется так назвать, но тогда нормально было. То есть, как видите, у нас сейчас немножко мнение изменилось, и мы уже такие вещи не говорим в открытую, потому что манипуляция приобрела такую отрицательную коннотацию, да, демонизировалась немножко. Но на самом деле она зависит от человека как инструмент, да? В чьих-то руках топор строит храм, а в чьих-то руках он приносит непоправимый вред. Это точно. Спасибо большое за эту мудрую беседу. Уверена, что каждый зритель станет более устойчив к манипуляции. А следующая наша встреча будет посвящена письменным практикам. Как с помощью листа бумаги и ручки добавить целостности в свою жизнь? Обсудим. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok